Так, а зачем мне это рассказывать опять? Ну я видео записываю, давай сейчас запишу и тебе перезвоню. Друзья, всем привет, меня зовут Тимофей, вы смотрите мой видеоблог. Это Zenit ET. Это один из ретро-фотоаппаратов, который находится в моей коллекции старинной фототехники. Когда я его покупал, я просто купил за 3000 рублей коробку с фототехникой. И там был и Zenit, и Polaroid, и, кажется, смена. Несколько мыльниц были совсем простые. И был вот этот вот красавчик. И как-то так получилось, что я решил открыть заднюю крышку фотоаппарата при полной темноте. Я закрылся в комнате, выключил все вообще приборы, которые могли излучать свет. Открыл на ощупь крышку, потрогал что-то внутри. И там была пленка. И когда я закрыл фотоаппарат, у меня все равно было чувство некое, что есть ли там пленка или нет. Потому что я не видел их собственными глазами, только лишь ощущал пальцами. Здесь нет индикатора, есть ли пленка или нет. Здесь невозможно так определить вообще, что внутри. И я снимал, можно сказать, наугад. И недавно я не смог взвести затвор. Это значит, что пленка закончилась и не дает дальше провернуться. Я посмотрел гайд, как отматывать пленку, чтобы она не рвалась. Все сделал по правилам. И вот она, маленькая катушка на 36 кадров. Не все 36 кадров мои. Мои, мне кажется, будут кадров 15. Завтра я ее отношу в проявочную, чтобы мне ее проявили и оцифровали. Тогда и посмотрим, что там получилось. Комни как запарковался. Иду отдавать пленку на проявку. Еее. Короче, отдал пленку в печать. Немножко подофигел, потому что мне сказали, что она будет готова через час уже. Вот хожу, смотрю, зашел в антикварный магазин. И там увидел прям полка с старыми фотиками. Бродя, стоят они... То, на что у меня упал глаз, стоит 3,5 тысячи. Я такой думал, блин, почему... И, короче, не стал брать. Что мне понравилось, это именно автоаппарат-любитель, который шахтный. Блин, сверху шахты откроют. Первый раз такой в руках держу. Очень классный. Так что жду, когда проявят пленку. Ну, короче, блин, забрал пленку. Все бы хорошо, все сделали. Но на кадрах есть засвет прямо снизу или слева кадра. Это как бы не очень круто. Вот, и после такого, конечно, задумываешься, типа, стоит ли вообще нырять в эту всю пленочную фотографию. Короче, еду домой, а сейчас буду смотреть. Изначально я хотел, чтобы это видео получилось таким теплым, уютным, домашним. Но потом лирика ушла. Я забрал пленку. И сейчас я готов изложить свои мысли по поводу пленочной фотографии уже на холодную голову. Первая моя реакция, когда я стал отбирать снимки, мне вообще не очень все понравилось. Были промахи по фокусу, был засвет на всех кадрах. Было вот это зерно, которое все обожают. К нему мы потом вернемся. Ну, и первые такие впечатления, они прям были у меня крайне негативные. Я все-таки отобрал несколько кадров, загрузил их в соцсети. Получил пару хороших отзывов. Но тут возникает у меня такой спорный момент, что если бы я не указал, что это пленочная фотография, была бы такая реакция или нет. Моя жена вообще сказала, что она немножко заплакала, когда увидела снимки. Там были кадры нашего сына, который сделал год назад, и это было очень трогательно. Но опять же, если убрать всю лирику, всю вот эту тайну, завесу, философию пленочной фотографии, если подойти к этому с профессиональной точки зрения, то что мы получаем? Мы получаем кадры с зеленоватым оттенком, которые изначально шумные, именно вот это зерно, и с засветом с краю. То есть, если я не укажу, что это снято на пленку, то получается это на фотографиях брак. Тут у меня разочарование по поводу зенита. Ну, многие мне говорили, что зенит это прям хороший фотоаппарат. Я находил потом отзывы негативные про зенит. Ну и на своем опыте я убедился, что он не прошел проверку времени. То есть, где-то попадают излишки света, которые засвечивают край кадра. Это никак не исправить, это никак не заметить. Это вот только зарядить пленку, отщелкать ее и увидеть эти засветы. У пленки есть такой зеленоватый оттенок. Это особенность пленки. Я не скажу, что это хорошо, я не скажу, что это плохо. Это просто, ну, вот так вот есть. Да, придает кадру какую-то некую такую атмосферу. Ну, зерно все хвалят. Сколько я отзывов не читал, не смотрел, все говорят, зерно у пленочной фотографии это прям классно. Самая фишка пленки, что это зернистость. Но опять же, есть цифровая фотография и там есть шум. И для меня шум и зернистость, это, можно сказать, равносильные понятия. Вот я даже уверен, что если я сейчас буду копаться в интернете, узнавать про пленочную фотографию, то я узнаю, что есть пленки мелкозернистые, крупнозернистые. И можно подобрать такую пленку, где зерно будет минимально видно. Так же, как и с цифровой фотографией. Одни фотоаппараты сильно шумят, другие менее шумные. Но в цифровой фотографии шум – это брак. И я считаю, что в пленочной фотографии зерно – это тоже в каком-то роде брак. Это не фишка. Да, это стало фишкой сейчас, но изначально это огрехи производства пленки. Да, сейчас меня многие любители пленочной фотографии закидают тухлыми помидорами и скажут, что я вообще не проникся и не понял вообще сути пленочной фотографии. В целях у меня отфотографировать еще как минимум две катушки пленки на разные фотоаппараты. А лучше даже три. Первую катушку пленки я хочу отфотографировать на смену, наверное, на смену 35, которая у меня была в детстве. Вторую катушку пленки я хочу отфотографировать на какой-нибудь FAT. У меня их, по-моему, два. А вот третью катушку пленки я хочу отфотографировать на Canon. И вот здесь вот небольшая проблема – Canon у меня нет. И я хочу приобрести зеркальный фотоаппарат Canon пленочный и отфотографировать на него. И уже сравнить полученные снимки и сказать, что мне больше понравилось и что не понравилось. Поэтому не получилось это видео таким уютным, домашним, потому что немножечко я, наверное, ожидал другого результата. Но, тем не менее, я готов с вами поделиться теми несколькими снимками, которые, я считаю, получились, удались. Ну, а вам большое спасибо за просмотр. Если вам было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Здесь еще будет много всего интересного. Пока! Конечно, когда я привык уже к цифровой фотографии, я делаю снимок и машинально пытаюсь посмотреть на заднюю сторону фотоаппарата, чтобы увидеть кадр. И на пленку фотографировать это такой некий, ну, интересный опыт. Вспоминая, когда у нашей семьи был фотоаппарат Kodak, такая мыльница, и мы на него много снимали, покупали пленку. Было интересно. И здесь это такой же опыт, такой же интересный, но уже это более осознанные фотографии, которые я уже делаю, опираясь на свой опыт профессионального фотографа. В данный момент пленка выросла в цене, и я посмотрю, буду ли я продолжать фотографировать на цветную или на черно-белую пленку, но на данный момент мне понравилось. Я хочу отфотографировать как минимум еще одну полную катушку на 24-36 кадров, ну, потому что это достаточно интересно, и это некая такая даже философия пленочной фотографии.